Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня видео покороче, потому что процедура всего-она всего одна. Замена тяги стабилизатора. Машина простояла два дня, пока не пришла тяга. Тягу пришлось заказывать. И вот она у меня в руках. Приступаю к замене. Один из подписчиков попросил сделать замер отношения поворотного кулака к стойке, потому что здесь может быть некоторая регулировка. Делаю два замера. Поверху и понизу. 88,3 получилось у меня. Вот пока вытаскивал 88,4. Это вот здесь и по самой стойке. Если делать понизу, 91,7. Это вот так, через болт и вот сюда. По самой стойке. И вот два замера. Тягу поперечной устойчивости пришлось надавить вниз, так как машина на данкрате. И приопустить ниже, чтобы можно было мне снизу подобраться. И вот так трубой заклинил. Кстати, тягу поперечную я менял. Менял в условиях обыкновенного гаража. Без подъемника, без ямы. И это единственная деталь, при замене которой я уже практически был разочарован. И думал, что у меня ничего не получится. Но тем не менее, я ее заменил. При данном ремонте приходится приопускать подрамник. И очень-очень-очень много делать движения этой тягой, чтобы она выскочила, а потом новая вскочила на место. Так как верхнюю часть тяги стабилизатора я открутил в прошлый раз, задача очень упрощается. И мне остается открутить лишь нижнюю часть. Ну вот у нас новая и старая тяги. Тяги абсолютно идентичны по размеру. На новой тяге гайки с фиксацией уже. Герметик не понадобится, просто затяжка. Устанавливаю новую тягу. Герметик не понадобится. Вот у меня как раз трубой заклинило все это хозяйство. Необходимо будет как раз при помощи трубы тягу отогнуть и тогда попадаю в отверстие. Немножечко неудобно. Все это приходится делать почти во мнимку с камерой. Беру побольше удлинитель, чтобы выйти за пределы крыла. Отлично. Что ж, друзья, теперь можно ставить колесо и переходить к испытаниям. На всякий случай поправляю пыльник тормозного диска, потому что хватался руками, сейчас крутил, пытался повернуть колесо при установке тяги. Да и снизу на всякий случай проверить зазоры, чтобы после установки колеса ничего не цеплялось, уже не скрипело. Вообще, в нормальных магазинах, в серьезных магазинах, где продаются шины и диски, специалист сразу же смотрит, что с вашей ступицей и сразу же предлагает приобрести, а на копейки вообще стоит, вот эту пластмассовую проставку. Это, на первый взгляд, может показаться кому-то ерундой, потому что бытует мнение, что болты конусные, и они обязательно прижмут колесо и отцентруют его. Так вот, колесо центруется по ступице, а болтами колесо просто прижимается, прижимается ровно. Для этого и конусы. И без этих вот проставок можно поймать люфт. И были случаи, когда владельцы перебирали все, все-все меняли, и в итоге заканчивалось все обыкновенной разницей в размерах центрального отверстия в диске и ступичного вот этого вот выступа бурта. У меня шуруповерт, ну, он очень слабый для таких дел, как закручивание и откручивание болтов. Но если у вас пневмоинструмент, то необходимо обязательно сначала болт наживить. У меня был печальный случай, когда на шиномонтаж в моей молодости приехала Mitsubishi машина, я схватил пневмогайковерт, наставил гайку, а там шпильки, бжих, и все. И я поехал за свой счет к дилеру Mitsubishi менять человеку шпильку. И шпильку я слизал сразу мгновенно. Такой опыт запоминается надолго. А теперь тест-драйв. Испытания прошли успешно. Явно выраженный стук раньше был как раз с левой стороны на мелких неровностях, когда на скорости их проходишь, как раз подстукивало. Но состояние шаровой вы видели, я вам показывал, от нее такой стук и исходил. Сейчас машина идет тихо, хорошо, очень приятно ехать. Ладно. Можно теперь машинку и в гараж поставить. Что ж, друзья, на этом все. Как обычно, по традиции хочется пожелать вам легких-легких ремонтов, всего вам хорошего и до новых встреч. и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова